Никакая игра не доставляет столь живых, разнообразных впечатлений, как карточная. Потому что во время самых больших неудач надеешься на тем больший успех. Это я слыхала от страстных игроков, например, от Пушкина. Он справедливо говорил мне однажды, что страсть к игре есть самое сильное страстение. Из дневника Алексея Николаевича Вульфа Да, мы с Александром Сергеевичем очень любим и осень, и картишки. Да потому что сколько можно, последняя неделя лета, что-то успел сделать, желтеют деревья. У нас в Красной Поляне желтеют горы, и это чертовски красиво. У нас в разгаре серия Russian Poker Festival, необычно длинная и насыщенная. И, как мне кажется, трансляции одного из турниров мы уделили внимание меньше, чем стоило. Хайроллер Баунти. Как по мне, там случилась история. Дело в том, что на финальном столе в Тримуакс остались Гарик Томасян и Михаил Минтон Яковлев. Один трижды игрок года покерного клуба Сочи, специализируется на оффлайне. Второй всем известный уже в онлайне стример, звездочка покерного комьюнити СНГ. Как будто интересно было бы послушать каждого, обсудить турнир и онлайн-офлайн-покер в целом. Погнали! Парни, привет! Привет! Всем привет! Ставьте лайки! Мы сейчас с вами посмотрим финалку Хайроллер Баунти, на которой вы играли вдвоем. Было такое. Попробуем что-то прокомментировать и в целом пообщаемся. Как у вас складывался турнир? Сидели ли вы за одним столом до финалки? И была ли та самая история отношений за столом у вас? Он меня переезжал в интернете постоянно. Ага. А потом вижу его в казино в Сочи, думаю, ну все, он сам ко мне домой, ко мне. Твою вотчину приехал. На мое поле пришел. Ну а в этом турнире? Первый раз в этом турнире. Да, мне кажется, мы не сидели вместе. Гарик, какой у тебя нотс на мишу? Материться можно? Я думаю, что он профессиональный игрок. Четырехкарточную игру, а двухкарточную игру не настолько профессиональную. Поэтому мне хотелось остаться с ним в хендапе, но, увы, не получилось. Не знаю насчет нотсов, но я рад, что у меня ачивка появилась. Как бы приехать в Сочи, выйти на финалку. И, естественно, там уже забронировано место для Гаррика Томасиана. И он там сидит. Разрывал оффлайн. Понимает. Крепкий регулярный. Ну, это ты, конечно, мило сказал. На самом деле, все зрители знают, что ты обычно нотсы пишешь. Очень жесткие на людей. Это ты сейчас. Это я рядом поеду. Да, да. Тут-то леща можно получить. Наберется до своего кресла дома. И там уже раскроется. Миш, чатик сказал, что ты бы ни за что вообще не поделил. Откуда такая? Чатик любит врать, наверное. Не знаю. Мне приходила такая идея в голову в 4 макс. Я думал формата, почему никто не предлагает. Я, если бы остался с Минтером в хендзапе, я бы предложил быть дележкой. Львы выходят на охоту. Смотрим. Я у Михаила в восьмерке. Минтерички, да. Ну, хочется, наверное, в кол играть. Миш, почему такой грустный кол? Изобразил размышления и закончил. Так, понятно, что в первую секунду я кол. Хороший кол, ничего другое. Я думал, он не может делать. Хороший борд для там Асяна. В данный момент я делю его диапазон на готовые руки и не готовые руки. Если мы чекаем, мы капаемся на оверкарты. Если мы ставим, у нас не капнутый диапазон. В нашем движении же остаются готовые пары. Что происходит? Вы ему это написали? Почему он все это знает? Почему он так уверенно говорит? Это все так стройно и красиво. Для тебя это всегда конбет? В данной ситуации, да. Уверенный кол получаем. Радует нас такой терн? Да нет, конечно. Не радует, потому что у него в диапазоне еще остается туз-10 туз-валет. Но мы уже убираем туз-10 туз-валет червовый, при которых он бы задумался гораздо глубже. В тайминге кола мы делаем вывод, что нет червовых. Дальше мы принимаем решение. Либо мы ставим одну большую ставку, выбивая пары 7, 8, 9, 10, уже сдаемся на ривере. Либо мы ставим небольшую и плотную на ривер, чтобы уже оказать давление и на ту здесь. Здесь ты поставишь очень большую ставку, 75%. Да, я принял решение сыграть в одну большую на терне. Кстати, в Молоте нашли единственную раздачу, где я нормально сыграл. Так, Алексей Савенков до финалки сказал, что фаворитами будете вы двое и Кирилл Буртин. Кириллу что-то не складывалось на финалке. Мне очень понравилось, на самом деле, как вы играли. У вас у обоих был виден скилл и вот, например, сейчас посмотрим, как Миша на опыте выбивает оппонента. Что творит Михаил? Говорит, пойдем через семерку и пошла восьмерка терном. Все работает по плану. Девятка, как это сделал Минта? Ну как это возможно? Давить на коротышей с король 7 это хорошее решение? Симпатично нам? На глазок нормально, если в комментах напишут, вобьют стеки и призовые разберут. Низкий поклон будет, больше спасибо. Хорошо, погнали дальше. Вопрос от протектора-детектора, картинка в казино, по-моему, еще нет. Наверное, уже будет к женскому турниру. Вообще, по-моему, на первых фотографиях в первой дне серии была она. Просто не могла пропустить этот момент, он мой любимый. Может, надо подольше остановиться, обсудим. Здесь топ-3. И здесь уже все понятно. Вопросов нет ни к Олыну, ни к Олу. Давайте посмотрим. Четверки у Гарика. Очень быстро поставил Олын. Туздама, но Михаил не выбрасывает такое. И у нас монета будет сейчас. Свой Олын ставит Минтон. А Гарик встает. Гарик, почему ты встал? Мы же старше. Проявил уважение к младшему. Часто используете прием вот так встать, чтобы… Когда совсем тяжко, да. Вот если туза на флопе положили бы, я думаю, я уже у выхода стоял бы. Да, машину прогревало. Флопец грустный. Пол крестушки какой-то завалящий. Пол гадшота. На терне я почувствовал себя непобедимым. Даже у меня там выраженное лицо, наверное, такое. Да. Дорогая, я у вас за этот приезд две монетки тысяч по десять проиграл, получается. Вот это вот. И на бабле супер хай-роллеров. Надо в кассе будет забрать. Неприятно. Видишь, в кассе сел. Да. Успокоился? Успокоился. Итак, последняя раздача для обсуждения. Здесь начинается уже какое-то покерное кунг-фу между вами. Давайте посмотрим. Интересно. У меня на лопатки положили. Десять валет выкинул. Я, если честно, вообще ничего не поняла вот здесь. Я открываю через Михаила. Для игрока на большом блайнде это выглядит очень сильно. Потому что через короткого я не буду плохие открывать. Поэтому я там мог нарезать гораздо шире, чем обычно. За тобой сидит Миша, у которого четыре блайнда. И мы будем часто ниже него, если он будет пушить. Да, но просто открытие нам уже пролазит. И еще раз говорю, карта такая, что мы достаточно хорошо поедем. За баунти. На лице все написано. Все, что сказал Гарик, проносится в этот же момент. И тут, в этой пустой головешке. Но это же. Невозможно, что он нарезать 9 сенчиков. Ну вот, кстати, вот, собственно, пример. Зачем расширяем? Видите, как усиленно сшиб вообще. Ни в какой вселенной нигде не фол. Тут бам. Испугался. Выкинул челик. Я. Так что круто. Самое интересное, что здесь произошло. Встретились две легенды. Гарик, легенда оффлайн, у которого очень много стекляшек. Которого все знают здесь как регулярного игрока. Минтон, который в интернете вообще разрывает поля. И является такой звездочкой. Смотрит его все покерное комьюнити. И вдруг побеждает человек, для которого это первая финалка. Первый телевизионный стол. Как это возможно? Да, я сейчас поеду в город и друзьям расскажу. Что вы там говорите? Гарик, Минтон, они играть умеют? Да ничего они не умеют. Да, жест. Ну и с другой стороны, я даже где-то в глубине души рад, что я такой человек выиграл. Это открывает границы для тех, кто еще не опытный, еще на стадии обучения. Можно приехать, будучи не особо сильным игроком, и выиграть сильных игроков, если мы такими считаемся. Как бы открывает горизонт возможности другим игрокам. Да, 100% покер, игра скиллы, но и есть элемент удачи. Роман, я тебя поздравляю с победой в турнире High Roller Bounty, это очень крутой результат. Спасибо, Екатерина, спасибо большое. Каково это, играть в 3-макс с Гариком Томасяном и Михаилом Яковлевым? Мне призы вообще не давили, поэтому в 3-макс, наоборот, мне проще игралось. А как оппоненты, какие на них нотсы, с кем было сложнее, с кем легче? Ну, мало знаю, что об оппонентах. Ну, они показали очень достойную игру. Ну, я тоже чуть-чуть играть умею, поэтому старался. Так получилось, все сложилось. Пересмотрел финалку, ошибок я не допускал, может, были какие-то мелкие помарки. Со стороны я смотрела трансляцию, игра выглядела очень качественно и круто, это правда. А ведь это твой не основной вид деятельности, так? Да, вообще, я адвокат, основном специализируюсь на уголовных делах. Покер играл раньше, когда был студентом. Вообще, на финальном столе было очень много профессионалов, чувствовалось какое-то давление? Может быть, давление чувствовалось из-за того, что я на таком событии, телетрансляция, а вот именно из-за игроков дополнительного давления на меня не было. Мало кого знаю, может быть, поэтому я не так переживал. И мало кто меня знает, поэтому мне проще было. Спасибо, спасибо большое, Екатерина. А если серьезно, всем поклонникам покера рекомендую к просмотру эту финалку. Доступно на этом канале в разделе трансляции. Называется «Хайроллер Баунти. Финальный стол». За кадром осталось множество ярких раздач. Финалка была на редкость, мощная по составу, а Миша Минтон, Гарик и Роман показали очень компетентную игру. Считаешь иначе? Добро пожаловать к нам. Показать как надо. Тотчас по приезду в Петербург Гоголь прямо из дома отправился на квартиру к Пушкину на их первую встречу. Смело позвонил и на вопрос, свой дом или хозяин, услыхал ответ слуги «Подчевают». Было уже поздно на дворе. Гоголь с великим участием спросил «Верно, всю ночь работал?» «Как же, работал», отвечал слуга. «В картишки играл». Субтитры создавал DimaTorzok